Всем привет! Зрители моего канала Сад Чекальный, Сызранский район. И сегодня хочу показать и немножко рассказать о нашей молодой вишне, посаженной в том году, 22-го года. Посадили мы ее осенью, кто следит за каналом, смотрит, как развивается наш сад. Вы видели, сажал я ее уже, как говорится, поздно, но как положено. После 10-го октября идет посадка вся, чтобы для посадки нужно, чтобы дерево уже, как говорится, закинуло листву и также отдеревенело ствол. То есть он стал коричневый и когда вы нагибаете сами ветки, они начинают хрустеть. То есть они не гнутся, а уже хрустеть. Тогда это дерево можно уже пересаживать. То есть сделать с ним все, что вам нужно. Короче, все мы посадили, как по-правильному. На этот сезон у нас вылетело 8 деревьев. Конечно, помог в этом здесь еще манилиоз съел несколько деревьев. Ну и 2 или 3 дерева заверзли. То есть всего получилось 8. Манилиоз он съел не сразу. Я попытался его спасти в эти деревья. Сделал обрезку ниже положенного. Ну, как все правильно я сделал. Но, как говорится, все равно со временем он не сразу там. Уже тепло было, хорошо. То есть все начало расти, зеленеть. И листья начинают желтеть. И все, потухли. При этом наши деревья, вишневые, очень долго, как говорится, болели, приживались. Не могли никогда дать прирост. Но вот сейчас уже, сегодня у нас какое-то там 13-е, 13-е июля. И вот такой вот приростик у нас уже пошел потихоньку. Где-то сантиметров по 20, где по 30 сантиметров уже дал. Но некоторые еще мало дали прироста. Там вообще прям ток начинает вылазить. У нас тут недельная жара была. Ну, я как их отливаю, отливаю, поливаю периодически в неделю, раз мы полив ведем. То есть у меня стоит капельный полив. Ну, я так думаю, что они отойдут. Дадут прирост. И все будет у нас хорошо. Осенью мы им сделаем подкормочку. Подкормку еще пока не знаю, какую делать буду. Посмотрю, поконсультируюсь, там поспрашиваю. Кто-то, если что-то подсказываете, какие пожелания, может кто-то подскажет насчет подкормки. Какие вишни сделать. Для вишни какую подкормочку на осень и на весну сделать. Потому что, как говорится, мы в этом все начинающие по вишне. Но ничего, с годами мы все равно станем, как говорится, опытней. Ну, так вот, хотел показать, рассказать. В этой осенью не знаю. Будем подсаживать, конечно же, будем вылетевшие кусты. Там вишни, черешни, какие вылетели у нас. Ну и будем готовить следующий участок там впереди. Будем показывать все видео, какой участок у нас будет новый. И что будем сажать на нем. Ну все, на этом, наверное, закончим видео. Да, это хотел сказать еще. Видите, у нас тут между рядов все чисто. Здесь сегодня пахарь приходил. Кто у нас с мотоблоком работает, он среди рядов проходит. А вот эту ленточку, которая остается, ну тут травушка-муравушка, уже обрабатывают у меня дочи. Ну, там, вот так вот, короче, продергивают. Мотыгами не пользуемся, потому что здесь идет капельный полив, идет ПНД-шка, труба. Могут перебить этой мотыгой. Все это аккуратно надо делать. Лучше вручную, лишний раз. Тут недолго, в принципе, пройти продергать. Если постоянно эту траву дергаешь, она уже не укореняется. А если еще дождик пройдет, она вообще легко идет. Выдергивается хорошо. Ну все, вот так вот, что хотел рассказать, показать. Нам не забываем ставить классы, лайки. Также писать комментарии, оставлять. Все свои. Ну и подписываться на наш канал, естественно. Не забываем. Сад Чекалин, Сызранский район. Ну и всем пока. Удачи, ребята.